В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Остаться в живых помог случайный прохожий. В Куйбышевском районе в дачном массиве на улице Утёвский мужчина обнаружил новорожденного младенца. Сейчас полиция ищет мать, бросившую ребенка на произвол судьбы. А за его жизнь и здоровье борются медики. Состояние найденыша оценивается как тяжелое. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Плач ребенка услышал случайный прохожий. Мальчик лежал прямо на земле, завернутый в одеяло. Мужчина сразу же позвонил в скорую. Прибывшие врачи оказали ребенку необходимую помощь и доставили в первую детскую больницу для дальнейшего обследования. На сегодня состояние пока тяжелое. Возраст его приблизительно при поступлении около суток. Расценено так. Обработана поповина, обработан ребенок, согрет, поскольку он поступил в состояние охлаждения. И на сегодня ведет его реабилитация и обследование. Сейчас полиция пытается отыскать мать ребенка. Малыш был обнаружен с неперерезанной поповиной. Очевидно, что у врачей беременная не наблюдалась и в больнице на учете не состояла. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом началась следственная проверка. Назначено судебное медицинское исследование с целью установления степени тяжести вреда, полученного ребенком. В то же время проводят следственные действия, противностные мероприятия, направленные на восстановление матери ребенка. Согласно уголовному кодексу, матери ребенка за оставление его в опасности может грозить до года лишения свободы. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию. Работу незаконного игорного заведения пресекли самарские полицейские. В одном из домов на третьей просеке располагался покерный клуб. При обыске были обнаружены и изъяты колоды карт, игральные фишки, два игровых стола, игровой автомат и более 20 тысяч рублей. На момент визита полицейских в помещении находились несколько человек, гости и персонал заведения. По статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны» Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Кошкинском районе жильцов пансионата, ветеранов труда и инвалидов кормили кашей из некачественной крупы. Это выяснилось в ходе проверки учреждения специалистами областного управления Россельхознадзора. Инспекторам были отобраны пробы рисовой, пшеничной, перловой, гречневой, ячневой и овсяной круп. Для проверки качества все они были отправлены на лабораторные исследования. Экспертиза показала, что крупа имеет несвойственный вкус, привкус горечи и несвойственный крупе запах. Но нарушений условий хранения в пансионате обнаружено не было. Данная продукция была уже изготовлена не из качественного сырья изготовителем. Крупу поставляли из Алтайского края. Ее изготовителем является заубийский крупяной комбинат наладчик. В пансионате крупа хранилась в полипропиленовых пакетах, почему в них попал некачественный товар, еще предстоит выяснить. Ведь на продукцию имелись все необходимые документы, подтверждающие ее качество и безопасность. В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного автоугонщика, который сейчас находится под стражей. Все началось, когда экипаж ДПС попытался остановить Volkswagen, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Требования инспекторов водитель проигнорировал. Началась погоня, в ходе которой злоумышленник много раз грубо нарушал правила дорожного движения. А в один момент даже чуть не сбил пешеходов. Преследование продолжалось около 15 минут. Скорость машины нарушителя порой достигала 120 километров в час. Позже на улице Пензенской автомобиль удалось зажать в тиски, после чего в считанные минуты нарушителя задержали. Им оказался 23-летний житель Самары, который никогда не имел водительских прав, но уже не раз привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде. Как выяснилось позже, данный гражданин ранее был уже судим. Автомашина, которой он управлял Volkswagen, позже было установлено, что данная автомашина находится в розыске. Данный молодой человек похитил автомобиль от одной из моих гордой Самары. В отношении данного водителя было составлено 17 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. В настоящий момент данный молодой человек находится под административным арестом. Чтобы порядка на улицах Самары стало больше, помогать полицейским теперь будут и таксисты. Их задача следить за движением, а заодно фиксировать на фото или видео дорожные аварии, драки и возможные потасовки. Подробности далее. Порядка трех тысяч таксистов каждые сутки выходят на линию и забирают клиентов из самых отдаленных уголков города. Они колесят по всей Самаре и знают каждый закуток. Вопрос о взаимодействии службы такси и полиции обсуждался в течение полутора месяцев. И вот, наконец, соглашение о сотрудничестве подписано. Мы хотим, чтобы на наших улицах, на наших дорогах было спокойнее. Это и дороги, это и улицы, это улочки, это дворы. Все там, где в первом происхождении, по сути, наш сегодня гражданин, сотрудник такси, участвует в своей работе. Причем они видят нашего гражданина разным. В разных условиях он находится, в разных ситуациях, причем порой и криминальных. Соглашение с таксистами – очередной шаг в улучшении качества охраны правопорядка в городе. Созданные ранее добровольные дружины, ночной патруль и народный контроль уже себя оправдали. В этом году в праздничные дни зафиксировано в четыре раза меньше правонарушений, чем в прошлом. Общаться таксисты и водители будут через интернет. Специальная программа для прямого взаимодействия так и называется – ГАИ «Такси Самара». Чтобы всегда быть на связи, водителю нужно просто создать учетную запись. Получать сведения с ГИБДД о дорожных транспортных происшествиях, каких-то преступлениях значимых, об угонах машин и так далее. И уже сможет через эту программу сообщать, что он видел там-то машину эту, например, которую угнали. Здесь было грубое нарушение правил дорожного движения, где-то общественный порядок, например, у кого-то магазин, там подростки или кто-то, какие-то драки. Можно также снимать все это на видео, на фото и также посылать все это по этой программе. Наиболее активных и ответственных водителей за помощь будут поощрять и полицейские, и начальство. Первые итоги совместной работы в областном главке подведут через три месяца. Полвека спустя вернутся в родной дом. Как выяснилось, задача не из легких. В этом убедилась героиня нашего следующего сюжета Светлана Пашинина, которая долгое время была вынуждена отстаивать свои права в суде. В итоге женщине все же удалось добиться справедливости. Светлана Петровна вспоминает, как на участке родного дома все было почти 50 лет назад. Здесь сажали помидоры, здесь картошку, здесь отец хранил инструменты. В 18 лет Светлана Пашинина вышла замуж и уехала в деревню. Через некоторое время после смерти матери отец снова женился. Когда не стало и его, право наследования на участок и дом стали делить новоиспеченные родственники. В итоге здесь живет внук мачехи, который не хочет пускать законную наследницу на порог. Это мое, моих родителей. Я баню с отцом хорячилась, строила. Там мы все это с отцом пергораживали. Этот вот пристрой мы с отцом делали. Мама уже болела. А почему я должна какому-то дяденьке оставить? Нет, я чужое не беру, я свое только. По завещанию отца Светлана имеет право на половину его имущества, но отдавать долю добровольно второй наследник не желал. Пришлось обратиться в суд, который принял решение в пользу женщины. Правда, новоселье пришлось организовывать с помощью судебных приставов. На момент их прихода одного из наследников дома не оказалось. Он предупрежден, что сегодня будет производиться полноценное действие, но, как видите, он проигнорировал это дело. Поэтому представители, взыскатели вскрыли входные двери. Сейчас меняются замки, вторые ключи они передадут гражданину, который здесь проживает. Жить в этом доме женщина не хочет. Планирует продать свою долю, а на вырученные деньги приобрести другое жилье. Но пойдет ли на сделку второй наследник, пока неизвестно. На данный момент второй наследник участка и дома так и не появился. Общаться с судебными приставами и второй хозяйкой он отказывается. Кому готовить деньги и оставаться здесь жить, а кому съезжать уже через несколько дней, решит суд. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok